Ну что, я откинул ещё парочку минут побегушек по Мордору и валива бесполезных бомжей, которые, блядь, пытаются убить Таллиона. Вот дебилы. На самом деле, в такой позе я понимаю, что у Килимбринбора так-то нету кольца. Ну хорошо, это не важно. Идём дальше. Это сделали как и Храй, этот канал, да, у них почти лям сабов. И это просто чувак будет бегать и хуярить рекрутов. При этом говоря, что он хочет отточить свои навыки, чтобы когда она вышла, сделать охуенное прохождение. Что? Восстанавливать 11% здоровья в секунду, while Elven Rage is active. Когда активный режим колечка, да, то есть эльфийская ярость. 11% здоровья восстанавливается при убийстве, что, в принципе, охуенно, потому что, выстрелив с лука в голову какому-то уроду, бомжу, естественно, ни капитану, ни вождю, ни оверлорду, как вы могли подумать, простому рекруту, то он умрёт, и в итоге ты получишь 11 хп. Что, в принципе, немало. Если так, то у тебя 13 стрел. Не хочу считать, но это, блядь, около 130... Около 140 в общем здоровье, где-то так. У меня всё плохо с математикой. Я, в принципе, просто собираюсь сделать какие-то вещи, делать какие-то комбои, просто улучшить мои файты и скиллы. Так что это очень много... 143, вроде. Ну ладно, это не важно. Да, это не важно. Субтитры сделал DimaTorzok 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 или стрелы, что вы там хотите, но вы меня поняли. И, собственно, то есть в крепости ты не можешь так-то избежать боя, да, то есть там по-любому рекруты, капитаны, всех дохуя. Ты, ну, Fatal Might сбрасывается, правда, при получении урона и сбегании из боя, но это не страшно, так как ты, в принципе, быстрее ее будешь набирать, чем без этого скилла. Но, по моему мнению, лучше качать получение урона при, ну, получении мощи при того, как тебя кто-то ударит. То есть, в принципе, без подсказок в игре играть, ну, я думаю, во вторую, с самого начала все равно подсказки нужны будут. Но, если ты будешь, ух ты, это сейчас было очень круто, если ты будешь получать урон, ты будешь получать мощь, а в то же время она не будет скидываться, то есть, если тебя кто-то ударит, если ты промажешь, если ты будешь просто бегать, у тебя всегда будет мощь. Вот, вот что я хочу вам донести. То есть, это полезно. Но, если ты очень часто дерешься и ты реально, ну, идешь в бой, то тебе, естественно, нужна Fatal Might. Майк, как оно правильно, хуй его знает. Вот, они будут просто, вот, грауки, вот, блядь, бодигард, они просто будут бегать за ним. То есть, им нужно приказать, видимо, как-то убить, или чё. Вот, он просто стоит, он даже не пытается ударить, он просто повернулся. Он, вот, блядь, наконец-то, и то промазал. Просто бесполезный мусор, просто мусор, отребье. Здорово, Варг, чё ты как тут? Вот, есть Mighty Shot. Вот, сейчас меня охуенно так, бум, рукой отвалит меня и всё. И просто сразу сдох. Вот, граук начинает вроде как-то вливаться в коллектив, он дерётся, да? Вот, бодигард вроде тоже чё-то проснулся. А может и нет. Стоят, просто стоят. То есть, они даже не мешают. Им норм. Откуда ни возьмись, прибежали клеймённые карагоры, видимо, это скилл нашего бодигарда. Или, может, просто повезло. Бывает такое. Да, правда, бывает. Тё, лохай как-то даже долго. Я говорю, хп у них действительно достаточно дохуя. Если он так долго держался. Паркур на грауге, через верёвку. Ну ладно, ладно, хорошо, я не приёбываюсь к этому, это нормально. Это, это бета, это Gamescom, это всё хорошо. Это, блядь, месяц, месяц, блядь, релиза отложили, чтобы исправить то, что грауг пролазит через верёвку. Это нормально. Так, ну, блядь, в итоге он танцует брейк-данс и пытается как-то, блядь, понравиться карагорам. Но чё-то они не умирают, блядь, не попадают по ним тупо. О, в стену, отлично, в потолок, на, вообще на Марс. И каким-то образом он приручился, блядь, после удара. А, это был наш карагор, блядь, просто тот сдох. Ладно, это уже я придумываю, хорошо, бывает. Как, как вот, как вот, вот те унтерменьши, вот, блядь, вот, как вот эти вот величественные орлы не видят того, что стоит вражеский грауг. Ну, хорошо. Это я тоже приёбываюсь, это... О, наконец-то он его увидел. Это же грауг, блядь. Нужно драться с ним, нужно что-то делать. Иначе мы все сдохнем. Ещё, я думаю, что полезный скилл будет, это то, что мощь не будет расходоваться за одну казнь. То есть, можно будет сделать несколько казней, как в первой части. Это must have просто, must have. Вот, птица, блядь, охоты, как я говорил. Ну, типа, скилл в прыжке, блядь, хуяришь. О, хай опять пришёл, кто сдохнет им, блядь. Где наши бодигарды вообще лазят просто? Они лазят, им норм. Они паркурят, у них жизнь удалась. Mighty Shot, естественно, никто не юзает, зачем? Нахуя? Бесполезный же скилл. В бой пошла Глефа. Все улетают. Все улетают. Карагоры опять прибежали. Это явно скилл нашего этого бомжа, он бестмастерный, наверное. Или у него просто своя старая карагора есть. И он не горит. Потому что он уже с огненным оружием, и у него черепушка тоже горит. Так что, куда ему ещё и гореть, правильно? Он 25 уровня. Бегает по огню, как у себя дома просто. О, мы тоже подгорели. Попка горит. Блин, такой эффект, как в Dark Souls. В натуре. Просто Dark Souls 3. Реально. Блин. Я чё-то как-то даже раньше не задумывался об этом. Кстати, там... Я видел в комментариях, фапают на урука со скином башни. Я думаю, ну... Он сказал, что там какой-то поцик вообще, чётко вообще... Он прям в отчаянии от того, что они добавили микротранзакции. И он такой, а, донат, донат, всё, мы все умрём. И, короче, я тебе говорю, что донат вообще не будет никак влиять на игру, если только то, что ты получишь это всё раньше, чем можешь получить в игре. То есть, рано или поздно всё равно тебе выпадет этот урук башни. Но, тем более, какая вероятность того, что ты его выбьешь в сундуке? То есть, это то самое, что ты будешь играть. Только ты будешь платить за то, чтобы ты играл. Верно? То есть, ну, согласись, явно лучше посидеть там, позадротить там буквально, не знаю сколько, но выбить его. Или ты просто будешь тратить деньги на то, чтобы так же сидеть просто быстрее. То есть, ты будешь не сидеть там, да, 30 минут, а ты будешь сидеть, допустим, секунд 15, но тебе всё равно, ну, никак никто не гарантирует, что выпадет такой же. То есть, чел, вот что я хочу тебе донести. Никаких гарантий ты не получаешь. И это тебе не стим, там, где ты напишешь, ой, у меня украли аккаунт, типа, вот мои доказательства, всё, тебе его возвращают. Не, нихуя, тут это так не работает. Кстати, это конец видео. После этой красочной анимации заканчивается видео. Начинается чёрный кран, да. Всё, как я и хотел. Я просто мастер планина, стратегические мысли. В общем, сейчас оно красиво так, вот, и всё. В общем, вот такое, если это можно назвать геймплей, просто назовём это похождение по Мордору, да. Вот так вот, типа, ходим, рубим бомжей. Так что, я говорю, донат, донат, вообще, донат для дебилов. Если вам действительно так уж хочется, просто вот прям, не хочу играть, прям скачал там 70 гигов игры, чтобы зайти и крутануть пару сундуков. Это ж как контра, я ж фанат контры, да. Ребят, если вам настолько реально не втерпёшь, и, блядь, вы настолько по этому течёте, как целочки, просто на свидании, просто заходите, качаете ёбаный артмани, я уверен, что он будет работать без интернета, отключайте нахуй интернет в игре, и спокойно себе артманите, сколько вам угодно этой голды вонючей, и всё. И просто крутите себе этих сундуков, вот реально, пока, пока, пока письмо не отсохнет. Всё. Всем добра. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!